неожиданно и без предупреждения вышла в прямой эфир не уверена что вы к этому готовы но если кто-то присоединится то эфир будет коротким но у меня есть что вам сказать и я подумала что не стоит это оттягивать друзья доброе утро всем всем кто вдруг попадет на эфир или может быть прослушает его потом записи я хочу сегодня сказать о чем я написала пост который я надеюсь что вы прочитаете и обязательно поучаствуйте в опросе и вот к этому посту я бы хотела сделать эфир уточнение значит смотрите я часто наблюдаю это среди своих клиентов многие считают что очень осведомлены и знаю достаточно здоровом питании это действительно так что сейчас валом информации кругом но в попытках следовать здоровому образу жизни и при этом в основном все женщины все-таки хотят иметь некую прекрасную физическую форму и похудеть женщины заблуждаются и ошибаются то есть продукты условно мы конечно поделили на полезный и вредный хотя если вы меня читаете вы знаете что я продукты ни в коем случае таким образом предлагаю и прошу вас не делить ибо это не совсем грамотно потому что польза это понятие субъективное объективен только вред объективно вредных продуктов не так много на самом деле которые действительно могут причинить вред нашему с вами здоровью это не сахар точно вот но тем не менее а поделили продукты на хорошие плохие фрукты отнесли конечно же к хорошим сахар отнесли конечно же к плохим и часто вот даже среди своих клиентов я наблюдаю такую ситуацию что люди полагая что продукт полезный начинают очень увлеченно его использовать в своем рационе и при этом не просто не теряют вес а могут даже набирать вес и удивляться почему ведь я же ничего вредного такого не ем примеры таких продуктов могут быть разные ну к примеру бананы манго да такие фрукты как виноград картофель батат это это крайне полезные богатые нутриентными и нутриентами микронутриентами продукты которые я считаю должны быть в рационе человека который заботится о своем здоровье но когда худеющий человек начинает увлеченно заменять имя предположим тот же сахар и есть там например да увлеченные эти продукты то он может обнаружить что процесс похудения как-то и не трогается с места у меня была клиентка которая элементарно вот буквально отказавшийся от трех бананов день похудела очень хорошо на грудном вскармливании похудела конечно все это индивидуально и метаболизм белков жиров и углеводов это исключительно генетическая генетическая природа и предсказать каким будет даже инсулиновый отклик на тот или иной продукт у конкретного человека это очень сложно этот проверяется только на практике но тем не менее есть такие продукты которые ну часто да можно сказать я их отношу к зоне риска потому что она действительно такой вот может случиться казус да непредсказуемый приведу еще пример из личной практике опять-таки клиентка присылает худеющие активно худеющий клиентка присылает обед дневник питания на стадии когда мы начинаем только работать в этом обеде у нее прекрасный на самом деле очень классный салат в котором авокадо в котором красная рыба в котором добавлен который добавлен сыр вроде брынза что-то было который был еще сдобрен растительным маслом и сверху посыпано так активно семечками и орешками если говорить с точки зрения внутри нутритивный то жиров в этом салате предостаточно если учитывать что на основное блюдо к этому салату клиентка еще приготовила большой достаточно жирный стейк семги не просто лосося а именно семги то представляете да что по дневному одному приему пищи она получила достаточное количество жиров прекрасно если она находится например на сопровождении да и я ей это отмечу мы сбалансируем по завтраку и по ужину остальные приемы пищи то есть моя задача до клиента научить разбираться и чувствовать где где что добавить где что можно убрать так чтобы не пострадал вкус к слову даже на этом я на это я ориентировалась когда разрабатывала свои свои меню том числе баланс меню несмотря на то что там полторы тысячи килокалорий заложены я как раз стремилась к тому чтобы был был такой баланс по белкам жирам и углеводам но при этом не пострадал вкус вкус и ни в коем случае вы не испытывали дефицит энергии в течение дня но балансировать очень важно и очень важно разбираться в продуктах и в их калорийности в их соотношении белков жиров и углеводов в том случае если вы действительно преследуете цель похудеть потому что не всегда замена сахара каким-то например фруктом является альтернативой до с точки зрения безопасности для фигуры я сейчас подчеркиваю то есть это определенная цель да мы говорим про похудение тот же прекрасный авокадо да это достаточно калорийный продукт и тоже нужно учитывать это полезный не значит безопасны для фигуры не значит малокалорийный отнюдь и поэтому я очень четко в баланс меню выстраивала все приемы пищи таким образом чтобы вы не почувствовали что что там не хватает например жиров до привычных вам но при этом блюдо было вкусным и сбалансированным по бжу и в следующих своих рационах я буду тоже преследовать эту цель потому что мне хочется я понимаю что не у всех есть возможность не у всех есть время заниматься с личным сопровождением даже сопровождение это во-первых финансово до многим него недоступно во вторых я думаю что не каждый найдет время и желание для этого нужно созреть потому что действительно очень глубокая работа над своим рационом это и психологическая работа и работа со своим пищевым поведением поэтому не каждый найдет даже время на такое качественную проработку вот и поэтому рациона направлены на то чтобы вы имели возможность приобрести по доступной цене как раз вот общее представление о том как собственно наше питание должно выстраиваться с точки зрения логики и здоровья важно разбираться в продуктах питания не просто поделить их плохие хорошие но и разбираться какой продукт действительно для каких целей предназначен это частая ошибка в ресторанах да я зачастую шучу таким образом вот приходит моя клиентка предположим с мужем в ресторан и присылает мне фотографии оттуда это если мы не согласовали ресторан поэтому как правило я клиентов говорю если клиентам говорю если вы знаете что вы идете ресторан давайте накануне там или предварительно обсудим меню но вот самостоятельно приходит и как правило девушка делает какой выбор предположим итальянский ресторан это как правило салат салат овощи гриль и какой-то белок там курица мясо или а предположим рыба и вот в салате здесь открывается вот тайная да то есть как в ресторане в ресторане не 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 жертвуют клиентам они нацелены на то чтобы вам было вкусно и вы вернулись и даже диетический салат они стараются сделать действительно вкусно добавляет туда огромное количество дешевого растительного масла не всегда поверьте дорогое используют потому что жиры создают ощущение вкуса они мало того что насыщают они дают вкус поэтому маслицем там сдабривают прилично поэтому туда добавляют сыр поэтому туда добавляют орехи авокадо и так далее и так далее так далее и вы съедаете этот салат да при этом смотрите с зависимым взглядом как муж в это время там пармиджану лопает или или пицца уже приступил на основной вам положим приносит овощи гриль и там не знаю пускай стейк какой-то стейки вообще достаточно мясные там какой-нибудь если это не вырезка не 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 постная часть они достаточно калорийны какой-нибудь стриплоин возьмете ли какой-нибудь там рибай то калорий там ого-го вот и жиров в том числе насыщенных очень много к нему еще соус подойдут жирновастенький ну вы что-то там конечно уберете но все-таки что-нибудь да попробуйте и положим гарнир из овощей гриль гриль и овощи это вообще оборотень ресторана потому что они их мало того что зажаривают до корочки которая по последним исследованиям все-таки склонны считать что это не очень полезный продукт корочка вот это зажаренная хотя тоже не доказано вот но тем не менее и плюс они еще во время приготовления на гриле они очень активно этот гриль поливают маслом эти овощи поливают маслом если вы заказали какие-нибудь баклажаны гриль то рассчитывайте что там просто вот маслом все пропитано вот и соответственно муж ест пиццу заказывает десерт а вы едите вот такой вот ппп ужин у вас или ппп обед но при этом по калориям вы получаете как если бы вы съели пиццу поэтому в таких случаях я шучу клиентам и говорю ну лучше бы ты съела пиццу по крайней мере бы ты не сидела с кислой с кислым лицом вот таким завистливым и получила бы максимум удовольствия в ресторанах тоже надо быть очень очень осторожными ну никто там за балансом бжу конечно не следит и псевдо пп блюда могут оказаться совсем не ппп вот поэтому тоже ориентируйтесь и та же самая ситуация вот очень прошу поучаствуйте активно потому что мне надо понимать интересна ли тема и продолжать ли посты такого плана писать по поводу замена фруктами вот вы многие вопросы вопросы в сторис ответили что да да я выберу фрукты я выберу фрукты ну вот теперь представьте что вы худеете и для вас важны калории вы понимаете что можно добавить чайную ложку сахара на вашу запеканку и калорий в ней будет меньше чем подсластить и добиться положим того же вкуса бананами всегда ли есть смысл заменять сахар бананами вот если с точки зрения диетической абсолютно не всегда вот как ни странно не всегда и наивно заменять фруктами сахар полагает что таким образом вы понедите калорийность блюда отнюдь возможно в вашем ваше блюдо станет более полезным нутритивной точки зрения потому что банан да богат какими-то витаминами микроэлементами и в нем содержится клетчатка нерастворимые пищевые волокна но калорий то там ого-го поэтому пожалуйста прежде чем что-то заменять чем-то и делать свой выбор вы исходите из цели замены как мне часто да писали что ну как живут вы ребенку например даете там сухофрукты заменять выпечку выпечки зачем вы это делаете я это делаю с определенной целью мне нет сейчас задачи моему ребенку скоро пять лет вы думаете я буду ее под колпаком держать и бояться что она съест торт и я сама дать торт наполеон скорее всего на год испеку домашний я не не уже абсолютно я считаю до трех лет ребенку сахар вообще давать не нужно потом нужно легализовать всю еду и главное кормить сбалансированно и понимать какая еда какой цели отвечает ну до пяти в идеале до без сахара для того чтобы рецепторы просто рецепторы у ребенка более чувствительны но это отдельная тема детская но суть какая я не своего ребенка не кормлю не с тем чтобы низкокалорийное питание сделать а с тем чтобы наоборот сделать более питательным да более питательной ту же запеканку с этой целью добавляю банан или с этой целью добавляю сухофрукты хорошие качественно необработанные потому что там есть определенные вещества я хочу чтобы мой ребенок питался максимально разнообразно и собственно поскольку я не худею тот же выбор я делаю для себя но если мне хочется мороженого то я съем мороженое примеру там с сахаром да то есть я не буду искать вот если мне хочется обычного сливочного мороженого я съем сливочное мороженое я не буду наивно полагать что если я бухну тону банан и я получу меньше калорий я прекрасно понимаю почему я ем банановое мороженое я прекрасно понимаю почему я ем сливочное мороженое и вы также должны это понимать вот такой вот мини прямой эфир пожалуйста прочитайте пост очень важно ваше мнение еще раз мнение важно с точки зрения вы хотите сбросить вес вы хотите похудеть вопрос не с точки зрения что полезнее что здоровее яблоко или сахар ответ на этот вопрос однозначный вопрос построен под поставлен прямо вы хотите похудеть вы хотите сбросить вес вы знаете про калорийность банана вы знаете про калорий калорийность сахара вы знаете что на одно и то же количество предположим тесто может уйти калорий меньше если вы добавите сахар но больше если добавите до банан что добавите вы а может быть вы выбрать выберете вообще сахарозаменитель здорово если вы еще свой ответ каким-то каким-то образом поясните объясните вот так заканчивая мини такой эфир хочу вам сказать если хотите прикоснуться к балансу то баланс меню доступна для приобретения по прямой ссылке в шапке моего профиля там будут вкусные сбалансированные приемы пищи уверена что вы действительно прикоснетесь к такому правильному боже уст которого не хочется сорваться и объесться тортиками а я пока буду работать над новыми рационами и и и готовить для вас новые прямые эфиры которых надеюсь будет больше может быть вот так буду периодически ненадолго выходить в эфир и вам чего-нибудь полезное вещать сейчас две минутки проверю если были какие-то вопросы по теме я на них отвечу спасибо вам за то что смотрели вчерашний эфир рада что понравился очень кстати много по нему обратной связи хочу сделать даже продолжение там кто-то даже защиту мужчин выступил а я вот буду за девчонок потому что мама в декрете поверьте мне пашет зачастую не меньше чем мужчина на работе так стоит ли кушать семена че вопрос единственный появился а почему нет я много раз говорила что нет каких-то чудо продуктов и семена че конечно крутой маркетинговый ход раскрученный продукт наш семена льна ничем не уступает только ценой но если вкусно мне вот вкусно че пудинг мне нравится как они в йогурте так разбухают получается вкусно и очень прикольно друзья мои эфир постараюсь сохранить спасибо кто кто присоединился неожиданно хорошего вам дня и я надеюсь вы меня услышали люблю целую обнимаю